У вас, и вы знаете, вам уже дали не один совет, не одну рекомендацию вам дали. Вы знаете, мой ответ, он будет разбит на несколько частей. Первая часть будет посвящена вашему вопросу, который вы задаете, ну даже не вопросу, а такому, понятно, описанию ситуации. А вторая часть будет посвящена вашему чувству вины, потому что определенное, что чувство вины у вас есть, определенное, что вы сами об этом пишете, и я думаю, что оно вам достаточно серьезно способно осложнить жизнь, потому что все-таки подобное событие, даже если человек вас, ну не очень-то, не очень был с вами близок, подобное событие все равно не может не отражаться на вас. Ну, во-первых, как вам, наверное, уже сказали, что то, что происходило у мужчины, про которого вы пишете, говорите и так далее, то, что вы сказали про него, то, что вы написали про него, это, знаете, такая классическая, я бы даже сказал, ситуация, классическая схема развития человека, который идет, то есть он чувствует себя, ну вы знаете, как, он чувствует себя одиноко, он использует защитный механизм, он использует такой, знаете, ну суточные приемы для того, чтобы вы, ну не только вы, конечно, а вообще люди, обратили на него внимание, чтобы имели представление о том, что с ним происходит и так далее, то есть человек, с одной стороны, не хочет, чтобы о нем, ну, чтобы узнали, будто с ним что-то плохое случилось, с другой стороны, человек об этом говорит, но что-то мешает ему в этом признаться, что-то мешает ему, я вот не знаю, даже не признаться, может быть, а именно, что-то мешает ему попросить помощи, может быть, у людей и так далее, то есть есть вот здесь такой момент, момент именно связанный с тем, что человек не хочет, не может попросить помощи у других людей, и момент это достаточно плохой, потому что, ну, что-то заставило молодого человека изолировать себя эмоционально, это очень важно, именно эмоционально изолировать себя от других, и вообще-то говоря, это очень плохо, потому что ни к чему хорошему обычно такое не приводит, далее, то, что произошло, ага, дальше, дальше, значит, я говорил о том, что хотел, ага, там, фермерство завести, я говорил о том, что хотел, там, дело свое открыть и так далее, это безусловно правда, то есть не нужно думать, что человек врал, и нужно думать, что человек обманывал, это действительно было так, но надо понимать, что в купе с остальным, вот с товцем тем, что вы описали, есть, я бы сказал, есть явные сомнения в себе у человека, то есть мужчина хотел, говорил, это он действительно верил, но его разговоры про неизлечимую болезнь, они точно были не просто так, и вы, конечно, об этом мы еще поговорим, этого знать не могли, но то, что он так говорил, именно про свою несущимую болезнь и так далее, это, по сути, попытка привлечь к себе внимания, то есть мужчине нужно было внимания других людей, отчаянно нуждался человек во внимании других людей, и он, он, это внимание определенно не получал, кстати говоря, его, вот это вот, как вы говорите, ну, особенность постоянно говорить, постоянно разговаривать, много разговаривать, это особенность также связана с тем, что человеку нужно общение, но это связано и с определенным непринятием себя, человек говорил сам, чтобы избавить себя от реакции на себя же других людей, и это, к сожалению, очень плохо, плохо, когда люди не принимают себя, плохо, когда люди не хотят принимать себя, плохо, когда люди боятся себя принимать, это достаточно серьезный, серьезный негативный фактор. Дальше, значит, то, что вы описываете, что однажды вы просто нашли этого человека, там, повешенным, да, это говорит о том, что мужчина ни в коем случае, вот здесь самая главная ошибка, мужчина ни в коем случае, например, не собирался кончать жизнь самоубийством, но в определенный момент у него произошло серьезное, сильное эмоциональное напряжение, когда он просто, ну вот, просто, знаете, ощутил безысходность своей ситуации, безысходность своего положения, если угодно, и не нашел другого выхода, то есть человек просто-напросто был в эмоциональной ловушке, и эта ловушка, эмоциональная ловушка, эмоциональная яма, если угодно, из-за которой, ну, не, конечно, нельзя сказать, что все кончают жизнь самоубийством, нет, не все, далеко не все, но большое количество людей кончают жизнь самоубийством именно по этой причине, из-за того, что, простите, рядом никого не оказалось, кто бы мог как-то, знаете, поддержать и разбавить, собственно говоря, одиночество. То есть, еще раз повторить, чтобы вы поняли правильно то, что я хочу вам сказать. Мужчина хотел, надеялся и верил в то, что у него получится, у него действительно, он верил в то, что у него могло получиться то, чего он хотел. Это завершеннейший факт. Его сбрасывать со счетов нельзя никак. Но, давайте сразу скажем, что человек был одиноким, человек явно испытывал проблемы, внутренне не принимал себя и не мог заставить себя, что гораздо важнее, не мог заставить себя принять помощь других людей. И отсюда у него возникло чувство отчужденности от общества, от коллектива и так далее. В этом и заключается основная проблема. На мой взгляд. На мой взгляд, в этом и заключается основная проблема. Далее. Теперь. Кто вы были молодым человеком? Кто вы были? Совершенно очевидно, что вы не знали и не могли знать о том, что происходит у него в душе, в голове, в сознании. Почему? Потому что он сам, простите, этого до конца не знал. И вы, не имея основания беспокоиться за него, потому что понимали, что, ну, человек взрослый, человек вроде как отдает себе отчет, что делает, да, и вообще, вы, естественно, верили ему на славу. И надо сказать, что по-другому не могло и быть. То есть, винить себя здесь за то, что вы не распознать вину нельзя. Вы не могли ее распознать, ибо у вас не было для этого фактической возможности. Для того, чтобы распознать проблему человека, нужно было быть с ним в неформальной обстановке. Нужно было, по сути дела, с ним сближаться. У вас никакого сближения не было, так откуда же тогда могло взяться распознавание тогда. Поэтому, давайте мы с вами однозначно скажем так, что вам винить себя не нужно. У вас было не то положение по отношению к мужчине, которое бы давало вам возможность понять причины его поведения. Это уже сейчас. Это уже сейчас, когда все произошло, когда все случилось. Вы начинаете анализировать то, что было, то, что имело место быть. Вы начинаете анализировать все, что происходило. И анализируя, конечно, находите подтверждение тому, что у мужчины действительно были проблемы. Но заметьте, вы увидели это подтверждение только тогда и только после того, как это уже произошло. То есть, вы получили о ситуации знание. Вы стали для этой ситуации не участником, а наблюдателем. То есть, ситуация завершилась. А это значит, что до тех пор, пока вы были не наблюдателем, а именно непосредственным участником этой ситуации. Это значит, что пока вы были участником ситуации, вы не могли, никак не могли видеть ее по-другому. Потому что это невозможно. Лишь когда она завершилась, вы получили определенные знания о ней, тут же у вас включилось, как бы, уже другое поведение. Но правда проблема в том, и вы, я надеюсь, это понимаете, что повлиять на ситуацию сейчас вы уже не можете. А раз вы не можете повлиять, то нужно понимать, что это произошло не просто так. Когда человек становится наблюдателем для какой-то ситуации, у него всегда увеличивается объем знаний относительно этой ситуации. Но существенно уменьшается количество возможных рычагов воздействия на нее, на эту ситуацию. И вам нужно для себя этот момент постараться понять, что у вас не было необходимых средств, у вас не было необходимых предпосылок для того, для того, чтобы ситуацию с молодым человеком как-то разрешить более позитивно. Ведь вы не были с ней близки. А если, если вы вините себя за то, что вы изменили, например, свое отношение к ситуации, да, то есть вы из участника превратились в наблюдателя после того, как ситуация завершилась, то это происходит лишь только по той причине, что, простите, ваше сознание еще удерживает память об образе своей роли, когда вы были, по сути дела, участником. То есть у себя в сознании вы еще участник, а в действительности вы уже наблюдатель. В действительности вы уже наблюдатель. И вот это нужно понимать. Понимать, что у вас изменилось качественное отношение к ситуации, у вас изменилась качественная роль в этой ситуации. и вам следует понять, что чувство вины, которое у вас есть, если я правильно понял вас из текста, оно является следствием неполного, неполного, неокончательного осознания того, что ваша роль поменялась. Вот, я думаю, так можно вам ответить на этот вопрос. Вы не были родственником погибшего, вы не были ему кем-либо, как я понял. Но проблема самого человека в том, что он себя одолел, оградил, ни с кем не поделился и не попросил помощи. Вы знать не могли никак. Постарайтесь удержать в сознании своем, постарайтесь, как бы, приблизить, если угодно, приблизить к себе мысль о том, что вы были в одной роли и в одной ситуации, а сейчас у вас уже другая роль и другая ситуация. И причина, на самом-то деле, она одна. Это чувство безысходности. В данный момент. Это не значит, что выхода из ситуации вообще нет. Выход есть всегда, и мы это знаем. Но, нужно понимать, что в данный момент, тогда человеку действительно казалось, что выхода нет. А помочь увидеть выход рядом было некому. И это ответственность этого самого человека. Это не ваша ответственность. Потому что вы не знали и не могли. Вы верили человеку нахуй. Было бы странно, если бы вы говорили нет, тут что-то не то, и училась человек говорить не то, что думает. Это можно было бы назвать паранойей, например. И поэтому вы выявили себя нормально, а человек хотел казаться нормальным, скрывая от людей свои проблемы. И на самом-то, и на самом-то, и на самом деле, мотивы, по которым человек скрывал свои проблемы, не так уж и важны. Важны, скорее, контакт, как это все произошло. И важно то, как вы относитесь к этой ситуации. То есть, отношение к этой ситуации именно в позиции участника и наблюдателя. Вот постарайтесь этот момент для себя понять. Повторяйте, то есть, понятно, что вы изменили свою качественную позицию по отношению к тому, что произошло. И тогда пережить вам это будет легче. Нет, ну серьезно, вы не будете теперь, после этого, каждого человека проверять на, не знаю, на детектор лжи, например. Не будете. Потому что это было бы неправильно. А правильно людям верить. Вот и все. На этом, я думаю, можно закончить. Ред получился и так большой. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.